всем привет други мои привет товарищи бойцы файтеры будоки и прочие мои корифаны ну и враги и не другие тоже и хейтеры всякие всех приветствую меня уже с утра прошло две тренировки одна по боксу другая о женька привет интересно как это делается не знаю вот одна по боксу другая по бодипампа это круговая и тренировка такая со штангой не тяжеленькой но сейчас я еду на свою тренировку где тренировать уже буду сам сегодня у меня еще съемкой киношники приедут меня снимать но это так я болтаю пока жду чтобы собралось в эфире немножко побольше народу я смотрю уже нормально давайте тогда пожалуй начнем какая же самая сильная сторона в карате самое 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 ну как бы не хотелось бы просто сам сразу ляпнуть вот это это понимаете было бы довольно просто я хотел узнать у вас как вы считаете какая самая сильная страна в карате может кто-нибудь сам напишет почему например каратэ у каратэ действительно есть как я считаю одна из самых сильных сторон один из самых сильных аспектов которых нет во многих других боевых искусствах который делает его действительно настоящим воинским искусством которые в современном мире сохраняет высочайшую актуальность дело в чем давайте скажем так в любом боевом искусстве есть определенные аспекты которые делают боевое искусство именно боевым как таковым то есть способным не просто заниматься гармоничным развитием личности хотя это самые сложные самое наверное важное для многих и так и есть на самом деле потому что иначе и быть не может но делает его именно боевым то есть способным противостоять агрессии любого противника даже превышающего тебя по габаритам более сильного более высокого рослого может быть нескольких противников все любое спортивные это единоборство не спортивное ну и но аспекты эти со следующие первое это конечно безусловно технические составляющие то есть некий набор приемов который позволяет а противника повергнуть но привести в состояние недееспособности борцовская ли это техника или ударная техника неважно главное чтобы после применения приема противник а ну вот эко собаки сейчас говорю на противник ему продолжать бой на самом деле данную задачу решают огромное количество боевых искусств те которые не стали там окончательно какими-то хореографическими там аспектами или чисто наши здоровительными гимнастиками не бокс это решает и борьба это решает и рукопашный бой армейский боевое самбо и дзюдо и джиу-джитсу различные виды они все все эти задачи решают дальше дело скорее всего не в арсенале арсенал и там и там скорость скорость применения прием один из аспектов которые действительно может дать а огромное преимущество но я не сказал бы что в современном карате скорость выше предположим чем в других видах боевых искусств дело в том что боевые искусства в том числе благодаря спорту настолько продвинулись в наработке именно данного аспекта столько много дриллов и различных практик а практик существует для того чтобы наработать скорость что карате сейчас уже не является таким молниеносным видом спорта хотя наблюдая соревнования по вкф иногда просто восхищаешься насколько там ребята быстры и все такое прочее ну понимаете я почему говорю про спорт в спорте как раз такие аспекты нарабатываются лучше всего лучше чем даже в у тех кто работает по традиционным направлениям почему потому что спорте данный аспект очень много решает его постоянно применять на кто-то занимается традиционным каратэ они хотели бы может быть скорость очень хорошо наработать но без практики когда она действительно скорость очень сильно нужно просто без нее будет проигрыш она так хорошо не нарабатывается то есть все ведь от востребованности идет ну так вот скорость в современном карате в том числе спортивном ну и скажем в традиционном она ездили на безусловно это хороший козырь для того у кого она просто молниеносная но в боксе в современном многие боксеры обладают сумасшедшей скоростью там ударом возьмем тэквондо скорость удар ногами там просто немыслимая ну то есть опять же получается что этот аспект в карате не превалирует да возьмем силу удара раньше когда-то тоже вот прежде когда-то эти аспекты за карате такие как с техническая составляющая которая была очень богата давала преимущество особенно когда появились такие удары ногами как маваши йоку ушир маваши уру маваши ушир гири вот давал преимущество потому что техника была разнообразна в других видах боевых искусств такой техники не существовало спасибо гигу фунакоши вот скорость была в карате очень высокая но сейчас я говорю благодаря спорту и методикам скорость стала везде большая сила тоже самое благодаря развитию профессионального спорта там где очень важна сила опять же даже потому что люди работают в перчатках например да которые в общем то из-за этого требуют большей силы удара потому что разрушительная способность удара в перчатке немножко ниже чем без таковой поэтому бить приходится сильнее и опять же благодаря развитию методик различных в том числе спортивных бить научились чрезвычайно сильно и бьют наверняка и сильнее чем били раньше и сейчас в том же самом боксе в других видах боевых искусств бьют нисколько не слабее чем в карате а скорее всего даже и сильнее и вот мы подошли к самому главному вопросу значит что же в карате действительно есть такого чего нет в других боевых искусствах в достаточной степени нет при ней в некоторых конечно есть безусловно но в карате это вот то что считается в том числе и ортодоксами и традиционщиками да и не только и в том числе в первую очередь ими считается самой важной составляющей одной из из важнейших составляющих и я честно говоря считаю точно так же это составляющие это наличие оружия вы не думайте я не про кабудо собираюсь говорить я говорю про значит оружие которым становятся руки и ноги при определенной методике подготовки этих самых рук и ног вот что важно понимаете не в борьбе не в боксе не в тэквондо не в чем-то еще особенно в спортивных особенно спортивных оружия к сожалению нет и это очень сильно как бы влияет на то что спортивные направления очень много теряют от того чтобы оставаться боевыми но искусствами как таковыми потому что вот сегодня я занимался даже у тренера смоги по боксу мастер спорта ссср хорошие сейчас хороший тренер вот ну хотя на самом деле и до сих пор ветерана где-то выступает вот это и побеждает он все есть сила есть скорость есть а строительного материала говорит уже того который был нет я к тому говорю что если нет адекватной адекватного оружия то есть именно кулаков ног ну то есть то чем наносятся удары все все сводится на нет потому что реализовать потенциал ударной техники становится практически невозможно то есть руки ломают себе люди даже и в перчатках без перчаток они ломают их тем более в общем то же самое касается ног восстановление после травм идет очень долго в итоге принятие оружие нет то есть получается что есть какое-то хрустальное копье который не копье молот лучше хрустальный которым можно нанести удар с огромной скоростью с огромной силой но он сам развалится от этого вот в чем вся беда понимаете а в карате есть оружие правда не в любом игр в спортивном нет хотя понимаете вот в кикушине есть соревновательный раздел который называется тамешевари но люди этот сам раздел проходит либо на генетике что называется либо на большой силе воли но не на хорошей подготовке потому что понимаете для того чтобы иметь действительно хорошо подготовлены выкованное оружие для этого надо целенаправленно этим заниматься вот традиционных ортодоксальных школ что у них не отнять это есть хорошая методология и школа подготовки ударных поверхностей единственный момент конечно что она безнадежно устарела но это не умаляет ее значимость знаете то что предположим сейчас стали и делают лучше чем делали раньше нисколько не умаляет этом опасность самурайского меча сделанного по старинным рецептам все это конечно тигня когда говорят там что меч выкованный там настоящим кузнецом и все там потом по традициям лучше не лучше он хуже понимаете сейчас стали намного лучше выливают даже можем могут сделать такую сталь которую не надо ковать она будет по всем параметрам просто превосходить и порубящим и порежущим и и так далее если еще подготовить определенным образом произвести различного рода лазерные закалки там все такое то она будет вообще и с заточки специальные она вообще просто будет фантастическим технологии технологии все равно берут вверх но так это я говорю но это не делает самурайский меч выкованный по традиционному старинному способу менее опасно то же самое и руки и подготовленные по традиционным старинным рецептам могут и являться да не дешевле являются вообще классным оружием единственное то что выковывая оружие традиционными методами не для всех это подходит кто-то больше вреда приносит все чем свои пользы а зачастую конечно свой результат такой что руки превращенные в оружие больше ни на что другое кроме как быть оружием не годятся вот это вот тоже беда но это дело второе об этом я тоже бы отдельно бы поговорил бы наверное но сейчас разговор о том идет что что в карате самого не сам одно из из самых ценных составляющих так вот ребят которых занимать извините друзья надо было оторваться не ладила сами понимаете пишу ведь все эти записи когда время свободное появляется сейчас еду на тренировку время есть так вот подготовка ударных поверхностей но ребят и чат кто занимается замеде карате отдайте теперь отчет себе а реализуете ли вы этот один из самых базовых преимущественных потенциалов которые в карате есть закаляете ли вы свои руки и ноги то есть укрепляете ли их ударные поверхности готовить или если нет ну то никаких преимуществ перед другими видами боевых искусств карате к сожалению не получает у него именно это преимущество сейчас который у него пока никто не отнял потому что ни в одном другом виде современных боевых искусств конечно есть всякие и суани там и какие-то там эти пронзающие ноги что-то еще где конечно готовят это все там ногами пинают кирпичи ломаются я имею ввиду про распространенные виды боевых искусств такие как бокс борьба там прочие ударные виды направления рукопашный бой там не готовят руки и карата хотя методы подготовки все похожи карате отличается в общем-то в основном кихоном и ката от подготовки все и больше в общем-то по идее ничем арсенал приемов практически идентичны особенно когда дело доходит до кумите и здесь преимущество может дать реально хорошим контактным поединке именно наличие оружия подготовленных рук и ног тогда разрушительная способность рук и ног становится в разы больше ну причин этому несколько одна из них психологическая потому что человек который знает о крепости своих рук и ног и знает что он травму не получит а он может и в лоб зарядить и в локте и все равно он будет бить сильно всегда в итоге большее количество ударов он будет сильных попадать понимаете что ему не страшно сильно пить реально это очень сильно влияет вы если вам на руку надеть и гипсовую перчатку или металлическую вы там стену сокрушить силы хватит то же самое касается опять же травматизма и жесткости если вы попадаете самым сильным ударом в этом кулаком как у вашей чудовищной силы удар с огромной скоростью кулаком туда что крепче вашего кулака то разумеется то во что вы били ведь сила действия равна противодействия останется цело разлетится ваш кулак а надо чтобы было разрушено наоборот то во что мы попали то есть деформация ударяемой поверхности должна быть больше чем деформация ударной поверхности вот тогда вы причините ущерб реально если наоборот то с ударяемой поверхностью ничего не произойдет особо страшного а кулак вы себе сломаете разобьете порвете связки в нем сломаете кости и так далее сустав разобьете вот чем вся фишка поэтому конечно да ну и опять же поймите хорошо сформированы сбиты сам кулак хорошо подготовленную ударная поверхность она объективно они субъективно жестче да конечно она по твердости кастету никогда равняться не будет но то что она твердый будет реально тверже чем у неподготовлен человек это точно попробуйте нанести удар подушкой сам пуховой массы там одинаковый и подушкой предположим там набитой какими-то гранулами ну или мешочком таком же как подушка такого же веса набитым это гранулами патиленовыми например хотим вы почувствуете разницу сразу или резиновой какой-то подушкой даже там из микропоры сделал разница будет огромная но если плотность и жесткость будет еще выше то сами понимаете поэтому это очень сильно влияет но вот друзья надо готовить руки и ноги и снаряд сейчас все скажут а шилов опять рекламу задвигает да я хотите считайте тогда рекламу в карате душа карате тамаки вар именно она и дает подготовку то того о чем мы говорим она выковывает оружие дело в том чтобы понимаете на всех других снарядах которые не обладают упругостью можно набить ударные поверхности здесь ключевое слово поверхность вы набиваете поверхности при этом разрушаете себе суставы и кости зачастую потому что они потому что то если вы выбиваете на камни или на бревне то то во что вы бьете по умолчанию намного жестче чем чем тот чем вы бьете в итоге вы можете бить не в полную силу связи с этим что укрепляете только поверхностные слои понимаете идею да это вот стратегически важно то о чем я говорю сейчас только поверхностные ткани конечно когда человек очень хорошо подготовлен может быть сильнее и он закрепляет более глубокие ткани на несколько миллиметров глубже там условно говоря но проработать хорошо все ударное звено он не в состоянии а ударное звено это вся конструкция за всеми тремя ближайшими суставами от того от той ударной части которой вы наносите удар да я согласен ставлю карате без макевары это фитнес извините эту зачитаю вопрос немного не по теме но все же употребление honda protect наверно honda протекторов имеется ввиду эта работа на унитаз или все же она сейчас к этому вернусь про хондро протекторы сейчас здесь как раз был разговор сейчас я к этому подойду время у меня еще есть немножко есть вот макевара же она упругая она позволяет прорабатывать все ударное звено то есть укреплять связки и сухожилия которые ответственны за стабилизацию всей ударной конструкции во время нанесения удара от момента касания до момента произвольной остановки приема и в нее можно со всей силы знаете все с этим прорабатывается и набивка ударных поверхностей и соответственно все ударное звено целиком и мышцы участвующие в ударе вырабатывают правильный динамический стереотипа на контракцию вот то есть они не теряют силу своего сопротивления после момента контакта с мишенью если во что-то жесткое лупости то просто как произошел контакт и давить дальше некуда все происходит сброс энергии все ким и на этом заканчивается понимаете а если вы работаете по упругой макеваре таким и в этом моменте в биг контакта в общем только начинается и она немножко затягивается во времени и продолжается до момента проникновения во внутрь мишени вот в этом вся фишка понимаете об этом никто не говорит ни на семинарах нигде потому что и ребят не хочу себе цену набивать но это вот понятные вроде вещи но об этом никто не говорит потому что об этом никто не задумывается целенаправленно и методик работы по этому поводу нету я узнал об этом и понял это когда делал доклад защищал когда я сдавал на четвертый дан у меня еще кроме всех всех моих там сам технических составляющих кумитэки хонов и ката теоретической части тренерской там всякой еще входит научная работа работа у меня была именно по макеваре и когда я своему учителю профессору йорги делал доклад обширный по этой тематике который наверное бы на диссертацию потянул вот он сказал да что этим не занимается никто нигде вот до такой с глубокой степени как у меня проработана вся эта тема а он об этом имеет право судить у него есть даже книга которая называется макевара в традиционном каратэ человек который про макевару знает много он изучал много и у разных учителей когда работал он тоже изучал эту тему и как врач он эту тему знает и не только как каратэка но еще и с точки зрения физиологии и биомеханики потому что ну не мог он не проанализировать это все с позиции своей своей профессии гражданской вот тем не менее вот он оценил сказал что до глубокая проработка вот понимаете и вот эти вот вещи надо просто знать и понимать хочу сказать что принципе на любой упругой макеваре можно это работать если понимать как на самом деле не суть так это все это сложно до этого может наверно в принципе допетрить каждый если даст себе труд позаниматься сам серьезно этим ну и конечно попробовать 20 с лишним лет занимаюсь с этим разработал в свое время макевару собственной конструкции для того чтобы можно было и нагрузку повышать постоянно вот чтобы одной макевары замоке хватило на всю жизнь не был такого сначала тоненькую потом потолще для рук одну для ног другую для ударов вверх одну для ударов ногами другую не у меня все работает на одной макеваре там и жесткость меняется и упругость меняется все вот и даже глубина проникновения сейчас мы разработали такой апгрейд который позволяет и глубину проникновения меняет на макеваре вот так вот по поводу хондропротекторов безусловно чем мы старше становимся тем регенерация после различных микро повреждений становится дольше хондропротекторы ну вы слова хондра само по себе говорит это суставная как бы фишка то есть мы влияем прежде всего на ткани сустава на капсулу опосредованным образом такой как влияется хотя считается что что должно влияться на зеркало сустава непосредственно вот на соединительную ткань они влияют определенным образом по сути хондропротектор это высоко очищенные различные соединения которые по логике вещей должны выстраиваться в структуру тканей которые формируют непосредственно сустав что я могу сказать по этому поводу существует две диаметральные точки зрения кто-то считает что все это бесполезно потому что если хондропротекторы принимаются внутрь я принимают их только внутрь вот то они проходя через пищеварительный тракт не могут собственно говоря чем-то отличаться сильно от тех веществ на которые предположим организм ну кишечник с помощью ферментов раскладывает тот же самый там студень условно говоря какой-то холодец заливное ну различные казеины там да там казин творога вот казеин съеденных сам не ткани кто-то и любит там хрящики пожевать когда там косточку сварит какую-то вот я честно говоря последнее время склоняюсь к этой же позиции то есть при правильном адекватном питании и при ненарушенном пищеварении вполне возможно брать все эти и вещества из обычной еды даже в большем количестве для кого подходит хондропротекторы для тех кто не может правильно отслеживать состав своей пищи свое питание потому что понимаете если человек мы предположим целый день и жрет фастфуд то оттуда он конечно не наберет себе тех веществ которые бы могли бы превратиться в естественные хондропротекторы после того как с пищей переварится кто любит там булки макароны просто не наберет на салатах вы не наберете в этом ключе просто что делается там в ключе покупаются таблетки которых это уже есть это как тот кто не может нормально это витаминов и минералов себе набрать из еды тот лупа что мультивитамин и витамин минеральный комплекс или тот кому их надо и витаминов и минералов нам очень много тут занимается спортом очень сам серьезный с потом там выводится огромное количество солей и минералов и витаминов на восстановление как медика факторов различных для реакций всяких разных требуется целую кучу тоже не нажрешь ты столько там овощей и фруктов вот я а если нажрешь что польза от этого будет может по витаминам как нормально но с с фруктами нажрешь сахаров целую гору понимаете идею да вот с овощами пузо разобьешь хоть и клетчатки много будет но постоянно желудок переполнен не хватит для белка и так далее поэтому такие вещи они в принципе нужны вот в этой ситуации ну вот друзья я хочу под конец сделать объявление маленькая для тех кто мои макевары когда-то приобретал или кто только собирается прибыть я хочу сказать что я тут еще придумал одну тему хочу провести ретрит в таиланде именно по макеваре то есть у кого есть макевары что мы большая а таких людей в россии уже несколько тысяч человек я еще раз ссылочку сделаю по базам тоже кто это все приобретал вот значит я приглашу на специальных условиях в таиланд берете с собой макевару летим туда я бесплатно вас тренирую то есть вы оплачиваете вернее ну как бесплатно вы оплачиваете проживание в отеле перелет вот я договариваюсь системы команды едем о специальной цене то есть получается довольно дешевый ты в эту еще цену войдут мои тренировки на макеваре вот собственно говоря у кого макевары нет тот ее может приобрести сейчас кстати кто смотрит этот эфир вот вам промо код макевара ретрит вот сочетание запомните если вы мне позвоните напишите ватсап и вайбер скажите макевара ретрит получите скидку на макевару мбша в одну тысячу рублей вот так вот так она 10 500 стоит для вас будет 9 500 стоит ну вот ее берете с собой в таиланд ну мы договоримся как у нас будет сам эти группы собираться стыку и все это дело летим все и там за тренируемся на прекрасных пляжах пункета будет круто все друзья а я погнал пока на тренировку под этим кстати видео можете оставлять тоже какие-то свои заявки вопросы я обязательно посмотрю прочитаю и отвечу мой телефон и ватсап и вайбер и телеграм чтобы запомнили потом я возможно подпишу ниже плюс 7 906 514 2414 всем пока салют